Магомед Гаджимагомедов 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 конкретную игру ставили, тактику, технику, эти моменты. Уже на сборах предсоревновательная такая подготовка прошла. Прошли такую подготовку и как бы вышли. И считаю, что удовлетворенная подготовка и выступление тоже само говорится. Отобрались на финал. Это одна из единственных команд в Дагестане по игровым видам спорта, которые отобрались на Финал России. Ну вот отбор проходил в Анапе. Сколько было команд, по какой системе играли? Это была групповая или как по круговой? Как играли вообще? В Анапе отбор проходил из-за того, что у нас в регионе вот сейчас вот только недавно начали ввели это самое в Чеченской республике начали развивать регби в Нальчике, в Осетии. Это после Дагестана? Да, после Дагестана они приехали все это самое. И как бы сделали объединенные чемпионаты, второй этап отборочный СКФО и ЮФО, объединенные были общие. И участвовало всего там было пять команд. Краснодар, потом Нальчик, Крым, Республика Крым приехала туда, потом Ростов, Ростовская область, Таганрог и Дагестан. Игры шли по круговой системе, там всего было четыре игры. Мы единственное, мы вот с Краснодаром, конечно, не без помощи судьи, вот опять-таки, вернусь я к этим моментам. Ну, ребята, даже главная задача была отобраться на финал. И более даже решили задачу, достойно выступили. Там приехала Ростовская команда, Краснодар, Ростовская область команда. Ну, там в регби семь, это семь человек играют на поле. Из семи человек, вот их команды, четыре человека были, которые играли в составе национальной сборной команды России на чемпионате Европы. А выиграли у таких ребят, я думаю, это... Это Краснодарская команда. Нет, это Ростовская команда. Ростовская. Да, Булава, Таганрог. И мы у них, кажется, выиграли 28-5. Крупно выиграли. 28-5 выиграли. Единственное, мы уступили этому Краснодару где-то 17-12. А как сложилась вообще игра с Краснодаром? Потому что, я считаю, это был лидер. Да, это лидер, он не только лидер в нашем регионе, в Южном, Федеральном и Северном Кавказе. Он лидер и во всей России, как бы, да, вот, Краснодар, там, Москва, там, и Красноярск. Вот, они вот основные лидеры, да. Ну, как бы мы вели в начале, да, и судья был тренер Краснодарский. Дальше вот и пошла игра. Дальше все понятно. Да, дальше все понятно. И поэтому, ну, смысла не было там, споры, это самое, главная задача была выполнена, отобрались в финал, а на финале уже там будут более квалифицированные судьи, там будут исходить, что регионы, они там, судьи уже будут ставиться по регионам, как бы, из своего региона судью не поставят на игру, и как-то проще будет. Ну, опять-таки, винить судей, там, в чем-то, я, у меня нету... Наверное, не стоит, да. Не стоит, надо играть, надо тренироваться, надо работать до соревнований, до выезда, а на выезде, там уже, новшеств не нужно вводить, на выезде, ты уже показываешь, то, что ты на тренировках делал. Играли по круговой системе в Анапе. Да. С Краснодаром это был последний матч. Да, последний матч. Который уже ничего не решал, или все-таки... Да, ну, как, как вот, для себя, в любом случае, надо... Матч был за лидерство группе, скажем, за первое-второе место? За первое-второе место был, матч за первое-второе место, и, как бы, мы, если не на втором этапе, мы же не будем с ними пробовать на финальном этапе, мы для себя уже определенные выводы сделали, кто какой, откуда, какую-то их... А за Краснодар дагестанцы не играют? За Краснодар дагестанцы в этом возрасте не играют, а так за взрослую команду играют. Даудов Магомед, Тагир Гаджиев, Назир Гасанов, потом, сейчас вот недавно... Тоже члены сборной России, если не ошибаюсь. по ригбе-15, да, члены сборной России, по ригбе-15. Вот у них сегодня как раз они вылетели, мне кажется, вот по ригбе-15, у них игра будет 19-го СВВА в Подмосковье, Монина. Вот по ригбе-15, это из числа чемпионата России, Суперлига по ригбе. А кроме Краснодара, вот в Анапе, в этом отборочном этапе, с кем еще сыграли и какие результаты показали наши? Ну, сыграли с Республикой Крым, у нас была первая игра. У них есть ребята неплохие, хорошие, они вот 34 года как занимаются. С ними у нас был крупный счет, наши ребята всегда с ними очень хорошо играют. Сколько? 35-0. 35-0, что ли, где-то. Такой крупный счет был с ними. Третья игра у нас была в Кабардино-Балкаре, с ними тоже мы выиграли уверенно, там одна попытка у них была, только там 5 или 7 матчей. и в Таганрог, Ростов, Ростовская область, город Таганрог, булава, профессиональная команда, их не даже тренер, президент федерации там был, он официально, вот ребята говорили и сам тоже подходил, он им сказал, если вы проиграете Дагестану, минус 25% зарплаты, короче, у всей команды. Ну, я скажу, Гаджиман, у них там вот каждый вот... То есть, вы отняли у этих ребят зарплату? Не то, что зарплату, у нас, мы должны были у них отнять победу всего лишь, да, то, что там президент федерации там свои моменты, то, что, ну, он как смотрит, он смотрит, профессиональная команда, стипендия, зарплата, все есть, а тут Дагестан приезжает, приезжает, и без стипендий, без ничего, это, если не считать тех 5 тысяч рублей, которые мы, спонсорских, там, Министерство спорта по итогам прошлого года, результата, там, первенство России третье место занимали, то, что получают, если эти 5 тысяч не считать, ну, были бы такие возможности, или была бы такая поддержка, или там, я думаю, у нас можно было такую банду проявили бы не только в Южном и Северо-Кавказском регионе, и в России, и на международных, и на мировом уровне, я думаю, наши ребята входили бы в основной состав, и есть такая возможность. Хотя этот матч с этими ребятами из Таганрога, которые полностью упакованы, показал, что их это обеспечение расслабило, а наши рвут и мячут, с другой стороны. У них... Ну, базу, естественно, нужно обеспечить, базу хотя бы. И база нужна, и школа нужна. Вот сколько мы бьемся с этой школой, никак вот, не знаю, сколько еще надо. лет пять назад еще планировали построить школу специально для регбистов в Махачкале, в Кизляре. Как с этим сейчас? Построить, как таково не было. Как бы, говорили, что об открытии шел разговор детско-юнической спортивной школы. И, ну, были вот, уже были даже даны указания представителям правительства об открытии это самое. Но все это осталось вот на этом, на указаниях и как-то вот... На бумаге. На бумаге все осталось и как-то, и Магомед Юсупович, он сколько ходили, писали, у Магомед Юсупович там правительство республики, все это самое, добивался, и как-то вот пошло наоборот объединение школ каких-то, и как-то вот на это вот так и осталось. Сейчас вот президент федерации новый РИК в России, Артемьев, вот он, с ними была встреча, и есть договоренность такая, что он обратится вот руководящим нашим лицам первым и помочь с этой проблемой. И я надеюсь, что в ближайшее время увидят, заметят и должны это самое, да. То есть федерация РИК Бирроссии знает эту проблему? Да, знает, они это знают, и они готовят письмо и всем губернаторам, региональным руководителям всем это самое, они это все отправят и ждут просто подходящего момента, и они все эти моменты знают. А вообще как собирали состав сборной Дагестана? Это базовые игроки, а не рэгбисты, может быть из других видов спорта? Студенты? Ну, конечно, рэгбе мы начинали со студентов и сказать, что база это что такое? Базовая подготовка? Базовая подготовка это основа, да, из чего уже основополагающая, да, это специальная подготовка в рэгбе. Так как рэгбе у нас новый вид спорта, да, ну, сейчас уже, конечно, он не новый, уже лет 6-7-8, наверное, мы уже этим занимаемся. И есть уже определенные успехи? Да, конечно, есть у нас результаты, вот в прошлом году далеко не будем уходить. СКФО, ЮФО, мы, конечно, однозначно, мы лидеры, а вот, в результате, вот в прошлом году девочки, например, в финале спартакеады сыграли, никто не верил, что как Дагестан попал в финал, и в финале тоже 14-0 вели, Гаджимурат, первый тайм, а второй тайм мы проиграли 15-14. Ну, о составе наших и мужских, и женских команд мы поговорим после короткой рекламы, после которой мы продолжим, не переключайтесь. Напомню, сегодня мы говорим об итогах второго отборочного этапа четвертой летней спартакеады молодежи России по Рэгби-7 у нас в гостях Магомед Гаджимагомедов, главный тренер сборной Дагестана по Рэгби-7, президент Федерации Рэгби Республики Дагестан и Исмаил Джахпаров, игрок сборной Дагестана по Рэгби-7. наверное, перейдем к Исмаилу, потому что один из основных игроков сборной Дагестана, молодежной и взрослой. Вообще, как сложился для тебя, Исмаил, этот этап второй отборочный в Анапе и вообще какая атмосфера команды после этой победы не расслабились? Ну, я думаю, оценивать лично мои эти это здесь как бы некорректно, некорректно, как бы так все-таки командная игра, нужно оценивать выступления команды. Ну, мы выполнили свою задачу, это выйти в финал Спартакиада и очень довольны этим. Атмосфера в команде очень братская, все поддерживаем друг друга, стараемся где надо похвалить, где надо сделать замечание и братские отношения в команде. как сложили все эти четыре матча для вас? С кем была сложная игра? Понятно, Краснодар, понятно, Таганрог, ну, наверное, стартовая игра, она всегда какая-то бывает нервозная. Стартовая, да, чуть трудно идет, но мы играли первую игру с Крымом и мы как бы в классе чуть превосходим их и за счет этого не так сложно пошла первая игра, а потом уже как накатили, как бы выиграли Таганрога с Краснодаром, конечно, да, чуть, можно сказать, и не повезло, да, но им проиграли. Ну, и сильная команда была, скажем так. Да, у них, ну, у нас с ними всегда принципиальные игры такие, даже если, да, игра практически начиня не имела, но была очень принципиальная игра. Вообще, я знаю, ты в регби пришел из вольной борьбы, в чем причина, почему сменил вид спорта? в вольной борьбе я получил травму плеча, я некоторое время не тренировался и мне тренер наш по вольной борьбе позвонил, сказал, вот, хотим участвовать на Чмете Дагестана, на Кубке народа Дагестана по регби и хотим собрать команду. Я согласился, там сыграл, меня там заметил Магомед Алиасхабович, предложил играть за команду сборной Дагестана и согласился и от 14-го года уже играю. Ты уже четвертый год в составе сборной. Позиции на поле у тебя схватка или правый столб у тебя? Да, правый столб. Твои функции на поле, чем ты занимаешься конкретно? Моя функция как бы это схватка она в основном участвует в стандартных положениях. Это коридор и схватка. Схватка наша задача перетолкать соперника и забрать мяч. А в коридоре поднять нашего же игрока тоже отыграть мяч. А в процессе игры схватка считаются более габаритными игроками. Наша задача продавить игроков создать открытую зону для наших более скоростных игроков. более легковесово отправить их с мячом вперед, чтобы они уже занесли мяч. Грубо говоря. Борьба это личный вид спорта, регби командный. Какая вообще разница для тебя между этими видами спорта и где ты более смог себя реализовать? Разница конечно есть потому что в борьбе все от тебя зависит. А в регби это командная игра там надо уже командно играть в этом в плане То есть нужно быть в коллективе нужно думать не только о себе не только а нужно работать на команде Ты должен со всеми как один целый механизм работать чтобы чего-то добиться. То есть это сложнее чем в личном. Да но больше мне нравится регби игровой вид спорта все равно чуть более привлекательный и более азартный вид спорта. Ну здесь наверное еще момент нужно больше думать не только о себе а вообще о концепции и то что предложил тренер еще быть винтиком в этом общем наверное да? Да но это коллективная игра и командная игра в индивидуальных спорта это как бы сам игрок и тренер два человека а тут вся команда и тут развиваются совсем другие качества целый механизм это целый механизм это надо думать не только там как проведет сам определенный там прием передачу или там или там спина блок там зашиток там как-то ставят надо и думать как бы дальше продолжить эту систему дальше пропустить мяч дальше и вот эти связка вот этих моментов и одновременно надо и думать одновременно надо и все эти силовые качества ну как во всех других спортах но здесь чуть сложнее в этом плане в чем пока недорабатывают наши ребята мнение тренировок наши ребята в чем недорабатывают это в том что все правила знают все да но самое главное они все говорят что знают а на самом деле никто ничего не знает а на поле во время игры это нужно поменять это говорит это говорит о том что наши все ребята вот у них базовая подготовка пришли все с индивидуальных видов спорта физически крепкие мощные выносливые вот они все хотят быстро и каждый хочет сам они порой забывают что это командная игра они привыкли быть индивидуалами видимо вот это вот эти моменты то что у наших есть если бы у нас была бы школа Гаджимра мы начали с детей заниматься мы поставили бы у них снизу от начала поставили бы именно те качества те моменты которые необходимы в командном виде спорта и поэтому но я не говорю что это плохо то что они сами хотят это в определенных моментах определенных ситуациях вот например 5 метров от зачетки там надо на себя игру взять и пройти то что у нас есть но извини меня когда на 22 метрах в своем поле ты берешь на себя игру проходишь 1, 2, 3, 4 на 5, на 6 без того ты теряешь мяч смысл есть вот этих всех моментов пройти туда используя свою феноменальную физическую мощь и там потерять мяч нет уже поэтому надо с командой играть и сохранять рационально использовать все эти моменты да конечно лучше отдать более выгодную сторону пас и быть полезным уже там поставил зашиту он передал уже свою позицию перешел ну это как бы командное обучение командным играм и как-то сейчас за 10 минут мы здесь это все не раскроем и я думаю все ложится на плечи главного тренера как я понял есть в команде психолог я не знаю может какое-то другое определенное лицо которое работает нет наверное у нас в Махачкале вот у нас 4 тренера прекрасный коллектив Куромагомед Алибегович Забия Буисуповна Саид Вячеславович потом Абду Кадырис и вот все что мы добиваемся все наши результаты и все наши ребята которые играют в разных клубах на профессиональном уровне и однозначно которые попадают в национальную сборную команды это результат слаженной работы вот этих всех тренеров пятерых людей которых я перечислил и ну у нас нету в команде ни психолога ни врача но мы надеемся что в ближайшее время недалеко это время то что у нас будет вот эти моменты элементарно хотя бы школа да если мы хотим игровой вид спорта или тот любой вид спорта развивать надо работать с детьми а у нас регби формировалось на студенческой команде и как бы вот у нас приходят оттуда отсюда ребята приходят у кого там тут не получилось и с ними работаем еще параллельно с физическими кондициями наверное нужно еще изучать им и правила а вообще время боя у ребят сборная я имею ввиду на индивидуальную работу над собой не знаю конечно какие-то элементы отрабатывать правила этих моментов вот у нас недавно федерация регби России проводила курсы повышения для тренеров там были и начинающие тренеры и самый такой момент то что впервые были приглашены мы повезли отсюда парня вот Саида Кабачни вот наш тренер как судью и он сейчас вот ты не ошибаешь кизлярский да-да-да-да Кабачни Саида и он как у нас судья вот сейчас там есть главный руководитель судейского аппарата в России Максим Ломберский вот он сейчас привлекает его всем соревнованиям куда мы приезжаем Саид в основе судейского корпуса и выходит судит и Саид вот мы с Саидом договорились месяц два раза минимум проводит такой часовой это самое опросник именно встречи вот именно будут обучать детей правилам вот если игрок на поле не будет знать правил не будет знать жесты судейские эти моменты быстрый розыгрыш там быстрый розыгрыш с коридора там вот эти моменты это как бы дает минус той команде которая не знает эти правила плюс какой плюс любой жест судей если он знает значит штрафной надо быстро подойти пока те не убежали назад развести и заработать штраф на них они в любом случае они возьмут это штраф или желтая поэтому знание правила она плюс 50% игры можно сказать а вообще сборная Дагестана молодежная она базируется в основном на студентах сборная Дагестана ну там один год есть их молодежные студенческие один год они попадают а в основном у нас вот на стадионе труд у нас есть и 2004 года ребята 2003 года 2005 года они приходят мы на стадионе труд да школьники конечно на стадионе труд у нас с 3 до 5 время свое там одновременно тренируется женская команда одна сторона поля потом мужская там детки там у нас вот Саид Кабачный и Кура Магомеда они занимаются основном с детьми с молодежкой со взрослой как бы я это самое и женская взрослая команда у меня и молодежная девочка Забия Абуисуповна вот она занимается как бы мы исходим из того что есть и максимум вытаскиваем выгоду и пользу если вдруг еще ребята остались девушки может быть кого не заметили куда им подойти если они хотят записаться или просмотреться у вас да у нас есть насколько я знаю сайт есть у нас в этом да в инстаграме есть в контактах есть там номера все есть про регби а если они хотят прийти по адресу это в любое время каждый день с 3 до 5 и утром пол 8 до 10 на стадионе труд на 26 всегда мы там находимся пожалуйста прошу любить и приходить и записываться мы мы принимаем всех мы не отказываем у нас нет такой конкуренции на сегодняшний день чтобы там кому-то отказать если мы увидим какие-то задатки вот регбиста мы с удовольствием возьмем включая и школьников естественно включая и школьников да и мы даже вот устроили свою одну регбистку вот 39-я школа работает она учителем она сейчас вот заканчивает 5-й институт и она там на месте тоже вот так мы ездим в неделю три раза в темиргое школу там проводим тренировку вот сейчас договорились с начальником управления образования Тагиром Мухтаровичем проводить тренировки в Ленинкенской школе вот я больше это самое то есть это для популяризации в первую очередь мы там проводим урок физкультуры у них третий урок физкультуры мы проводим идем туда и проводим регби показываем инвентарем помогаем проводим занятия интересные эстафеты проводим и почему именно вот Ленинкен Тимир Гуе потому что склонность к этому почему потому что там сельские ребята а сельские ребята они всегда крепкие ну Махачкеле здесь это самое отношение знаешь у них ММА там борба там все другой вид для них как бы не шли вот поэтому Гаджимурат опять-таки я вернусь к тому что вот почему нужна школа школа нужна для того чтобы я хочу вот еще в регионах в районах вот селах в аулах где дети практически ничем не занимаются кроме как волейболом борьбой и футболом вот пожалуйста поставь туда тренера одного или там урока физрука мы будем проводить семинары будем готовить этих тренеров этих учителей физической культуры и вот в разных районах вот с такой целью да вот чтобы штаты дополнительно получить и просто вот максимум 4-5 лет я думаю у нас все уже нам можно сказать ничего не надо будет и и пятнашка команда будет и семерка будет и на чемпионаты России выступим и в суперлиге можем выступить и проблем не будет но пока мы не будем работать с детьми у нас не будет будем вот так со студентами а вообще со скольки лет можете отбирать скажем в разные сборные Дагестана ну вот я например вот то что на сегодняшний день реально если так взять 13-14 лет уже смело можно это начало это начало а более профессиональный подход где есть и школы и интернаты и регби не эти именно где США именно регби а там они конечно из 9 и из 10 лет берут и занимаются с ними это уровень это Красноярск Москва где работа наверное поставлена на высоком уровне четко вообще какими качествами должен обладатель регби скажем в отличие может быть от других от футболистов скажем от борцов ну первое качество которое присутствует для всех спортсменов это мы знаем это голова как бы у регбистов мышление мышление очень мышление в каком плане для как говорится выигрывает не тот кто быстро бегает там в регби а тот кто быстро принимает решение и правильное решение тот кто принимает ну качества какие физические качества это основном вот работа идет если в семерке играть там скоростная скоростные силовые качества и конечно и ОФП общая физическая подготовка должна быть у него на высшем уровне потом силовые качества вот по регби 15 силовая выносливость вот где более контактно идет все переталкивание там барбаза мяч в регби 15 ну основном вот скоростные скоростно-силовые и силовые качества ну в Пензе в начале августа наравне с нашими парнями еще женская сборная будет играть в финале спартакяры которые тоже добились такого права как у них обстоят дела потому что их также тренируете да скажу в плане девочек у нас намного выше и результаты и уровень отношения там к тренировкам дисциплина у девочек намного лучше чем у мальчиков я вот прямо открыто скажу и девочки я надеюсь что на спартакяде по молодежи да у нас вот в планах задача такая это однозначно в тройке должны сидеть девочки наши если мы мальчикам даем пятерку по всей России по всей России да если мы мальчикам даем пятерку попадание в пятерку а девочки должны сидеть в тройке я не исключаю и второе и первое то есть они способны они способны у нас девочки этого возраста 97-2000 года у нас очень хороший состав правда недавно одна травмировалась колено выбрала это Наида Алиханова ну есть запас есть девочки которые принимали участие там 4-5 девочек есть которые принимали участие по своим годам на чемпионатах Европы по молодежи это вот Карина Магомедова Фатима Магомедова Диана потом Наида ну девочки которые были в составе сборной России по пятнашке которые выезжали на Европу которые выезжали ну там получше там состояние получше и я думаю там тройка должна быть обязательно Ну и где и когда болеть за вас женскую сборную женская это будет если я не ошибаюсь 2 по 5 августа у девочек будет и 4 по 7 у мальчиков будет ну как бы вместе будет у них параллельно там день-два разница и мы хотим где-то числа 15-го у нас будут учебные тренировочные сборы в этом на базе Алиева в городе Избербаш и где будут проходить и мужская и женская сборная это в июне да это июня первого месяца да первого месяца а потом будут уже не июля после уроза вот именно после уроза это будет подготовка у нас же в начале августа этот финал Спартакеада и как бы эти сборы проведены но этот год очень насыщенный до этих сборов у нас будет чемпионат России по девочкам в Нижнем Новгороде это пройдет в 20-х 22-х числах вот второго месяца кажется у мальчиков у мальчиков универсиад если не ошибаюсь 6-9 июля июля 6-9 июля потом к конце августа начале в сентября у нас будет первенство по юниорам и по юниоркам и сразу пойдут уже первая неделя в десятых числах пойдет чемпионат России по девочкам уже взрослые поэтому летом вроде все отдыхают график календарь насыщенный очень насыщенный и поэтому как-то некоторые моменты иногда не успеваешь для этого есть у меня тренера хороший коллектив знающие не то что разбирающие они самое главное ищут на семинары мы постоянно едем на курсы повышения едем и одним словом с коллективом повезло мне остается только пожелать вам успешного выступления на всех этих турнирах начиная со Спартакеады далее там России и так далее и чтобы климат в команде царил наверное благополучно это главный момент это главный момент если вот климата нету в команде это первое дело что тренер должен как тренер это он должен создать благоприятную ауру в команде это первое дело а дальше уже идут эти моменты уверен у вас все получится удачи спасибо напомню сегодня мы говорили об итогах второго отборочного этапа четвертой летней Спартакеады молодежи России по регби 7 у нас в гостях были Магомед Гаджи Магомедов главный тренер сборной Дагестана по регби 7 президент федерации регби республики Дагестан и Исмаил Джахпаров игрок сборной Дагестана по регби 7 с вами был Гаджи Мурадзи всего доброго увидимся через неделю и Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...